МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы считаем, что действительно Чингисхан, он же великий князь Георгий Данилович, создал величайшую империю в мире в 14 веке. Мы корректируем только исходные параметры этого Чингисхана и считаем, что он опирался не на дикие кочевые народы, как это пишется в учебниках истории, и не на бесплодные степи, в которых, в общем-то, не сохранилось никаких следов, ни рудников, например, ни мастерских оружейных, я не знаю, ничего. А опирался на страну, которая по всем параметрам являлась, да и является по сей день в потенциале своем богатейшей, густонаселенной, и населенной очень талантливым, трудолюбивым, и, надо сказать, умеющим воевать народом. Был такой тоже человек в российской истории, Иван Калита, который назывался собирателем Руси. Если уже ко времени, я говорю сейчас о традиционной истории, если ко времени Ивана Калиты, как вы утверждаете, Русь была огромной такой империей, то возникает вопрос, был ли Иван Калита, и что он делал, если он был? Был Иван Калита, более того, по нашей реконструкции, это был родной брат великого князя Георгия Даниловича, который возглавил государство после достаточно ранней смерти первого и продолжил его забоевание. Возглавил государство, нужно объяснить, какое, что вы имеете в виду? А вот то самое Монгольскую империю, Великую Монгольскую империю, центр которой находился несколько западнее, чем принято считать, не в монгольских степях и даже не в сараях, которые как-то так смутно пытаются разместить то где-то в Средней Азии, то ближе к Волге и так далее, а непосредственно во Владимира Суздальской Руси. Вот это тот регион, который назывался на самом деле господин Великий Новгород. Это не один город, это целый регион. Вот центром этого региона была Владимира Суздальская Русь. В чем была заслуга Ивана Калиты, если ему попало государство уже объединенное? Которое находилось в процессе объединения, находилось в активнейшей динамике. Иван Данилович Калита, он же Батый. Мы уже об этом говорили, что это одно из его имен. Может быть, это производное от слова Батя, известного казацкого обращения к старшему в роду. То есть не Батый, как принято считать. Не монгольское имя Батый, а производное от слова Батя. Ну да, будем считать, что Батый, оно как-то корреспондирует с моголами. Так вот, он продолжил завоевание Георгия Даниловича. И как раз при нем, по всей видимости, в ассальную зависимость от империи попала Западная Европа. Более того, я тут вынужден опять сказать вещь, такую, не совсем привычную для нашего уха, даже нашего, то есть я имею в виду членов группы Новой Хронологии, по всей видимости, Иван Данилович Калита основал папство в Риме. То есть, как в Риме... Я понимаю, ваше движение... Нет, 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 я просто хочу понять. Значит, Иван Данилович Калита был христианин? Естественно. Христианин. Зачем он тогда основал папство? Он был просто христианин, так же, как и все население империи. Когда он создавал папство, он его создавал как центр чего? Как центр религиозной власти на вновь покоренных территориях, скорее всего так. Просто христианство, не то, что... Просто христианство, совершенно верно. Ватиканская библиотека, она в этом плане наиболее показательна. Поскольку считается, что она не горела, не разорялась, не гибла, на наводнение ее не топили. То есть, она сохранилась как бы в наилучшем состоянии. Так вот, очень интересно посмотреть, а с какого времени вообще существует эта библиотека как таковая? И вот, когда мы обращаемся к официальной истории Ватиканской библиотеки, мы обнаруживаем очень любопытную вещь. Во-первых, она основывалась как бы три раза. Первый раз папой с Икстом IV, если мне память не изменяет, в середине XV века. Но, видимо, этот папа только высказал идею о ее создании. Поскольку потребовалось ее создать как бы еще раз через 30 лет. Николай I, папа Николай I, по-моему. Но и это основание прошло как-то половинчато. Поскольку в третий раз она была основана, как пишется вот в этой официальной истории, уже сто лет спустя, в 1585 году. Что происходило с книгами, собственно, с тем, что была в этой библиотеке, вот между основаниями? Да, и возникает еще и другой вопрос. А с какими, собственно, книгами? Дело все в том, что помимо того, что основание, вот третье основание было в 1585 году, как раз после Триденского собора, так издание этой библиотеки построено как раз с 1585 по 1590 год. Поэтому мы берем на себя смелость предположить, что было одно основание на самом деле, вот как раз последнее третье. А что касается книг, если обратиться к истории того, когда, собственно, были первые массовые поступления в Ватиканскую библиотеку, то обнаружится первое массовое поступление 1628 год. И еще два массовых поступления, которые составили, как бы, основной фонд в библиотеке, происходили в середине и в конце 17 века, я сейчас не помню, к сожалению, точно. Эти факты того, что библиотека основывалась три раза, того, что куда-то должны эти книги деться, если она основывалась, как-то это объясняется? Это, наверное, как-то объясняется, но неубедительно. То есть невозможно ухватить какие-то факты, чтобы задать конкретный вопрос, а что, собственно, там происходило. Андрей, у нас есть одна маленькая видеовставка, вот на ее примере я хотел бы проиллюстрировать, а что, собственно, происходит вот с фактологическим материалом иногда. Давайте посмотрим видео наше, пожалуйста. Это известнейший библейский сюжет Богородица с младенцем Иосифом во время бегства в Египет. Картина известнейшего художника средневековья Кранаха изображает бегство, отдых во время бегства в Египет. Вот обратите внимание на пейзаж. Дерево там. Вот обратите на растительность внизу, внимание, там земляника видна, грибы. По пейзажу похоже на такой, как принадлежит, среднерусский пейзаж. Ну, это вы сказали. А вот это береза, елочка такая, на елочке такая легкие инии, сзади, так сказать, горы, покрытые слегка снежком и так далее. Среди средневековых художников существовал обычай изображать библейские сюжеты вплоть до 17 века на фоне чисто средневековых декораций. То есть на фоне средневековых городов, средневекового быта, средневековой одежды, средневековой утвари и так далее. Чистые средневековые картины. Никакой античности там еще как бы не было. Как это объясняется? Такова была традиция. Средневековому населению в те годы было проще воспринимать библейские сюжеты на фоне привычных им средневековых пейзажей. Но я должен заметить, что... То есть я про прощения, как бы изначально утверждается, что художники говорили неправду. В угоду традиции, в угоду лучшего восприятия они говорили неправду. Утверждается вообще странная вещь. Утверждается нечто такое, что художники рисовали средневековье в чистом виде. Вот там, например, в той же книжке, или любой может открыть художественный какой-то альбом и посмотреть, собственно, что я имею в виду. Суд Париса, например. Парис в латах. Конкретный рыцарь в средневековых латах. Шлем, вот этот панцирь, копье, перчатки металлические. Все как надо. И получается так, что художники рисовали средневековье, зрители видели средневековье. Церковь, которая выполняла тогда роль строжайшей цензуры, тоже видела средневековье. Но при этом все имели в виду, что это античность. Вот все смотрели, видели, что это лес, но на самом деле все знали, что это пустыня. Ну, я не знаю, может я вот как-то что-то не понимаю сильно, но трудно совместить такие вещи. Есть аргументы или есть версии, которые могут значительно проще это все объяснить. А простое объяснение заключается в том, что с точки зрения средневековых художников, живших до 17 века, библейские события, суть средневековые события в буквальном смысле этого слова. Вот и все. Если быть точным до конца, с научной точки зрения, и вести отчет, или вести наше летоисчисление действительно от Рождества Христова, то наступает какой угодно год, только не двухтысячный, конечно. Не двухтысячный. Это не должно ни в коем случае нам мешать радостно, как следует, дружно, всем миром его отметить, погулять, так сказать, отдохнуть. Ты понимаешь, что мы отмечаем то, чего нет? Это не важно. Это чудесная традиция, Новый год, просто по жизни. Чудесная традиция. Тем более двухтысячный год. Все готовятся активно. Не дай бог испортить там хоть чем-то праздник. Ну, а если говорить, так сказать, уже серьезно, так сказать, о наших действительно вот таких вот хронологических проблемах, то вот многие телезрители из числа наших, как бы, оппонентов справедливо отмечали внимание на тот факт, что, в принципе, вот эта дата, 1053 и 1054 год, вот на которые мы, как бы, ссылаемся, она, вообще говоря, выводится, конечно, из письменных источников. Но, но, я хотел бы еще раз подчеркнуть, есть скрабовидная туманность на месте вспышки сперкновой звезды. И регрессивный, так сказать, регрессивный отчет расширения этой туманности дает все-таки 11 век, как ни крути. Да, действительно, с 1162 года... Что такое, вот сейчас еще расскажите, пополам. Грабовидная? Нет, это регрессивный отчет... Расширение грабовидной туманности. Вот это что значит? Звезда взорвалась. На ее месте образовалась туманность, которая, естественно, постоянно расширяется. Ну, по совершенно элементарным законам. Вот можно просто, зная темп ее расширения, на, так сказать, определенном этапе этих самых измерений, посчитать в обратную сторону. Собственно, тот момент, когда она зажимается в точку. Ну, вот это и есть, собственно говоря. Элементарная вещь. Получается все равно 11 век. До 15 века была одна религия общая? Да. До этого была одна религия. Правда, в ее, в недрах этой общей религии уже начинались, как бы, различные течения, различные отклонения и так далее. То есть это религиозный разговор взялся в результате не на пустом месте, конечно же. Но, в принципе, организационно, да и духовно, собственно говоря, это была все-таки еще одна религия. И с татаро-монгольской выгоды не было. То возникает вопрос, был ли, с вашей точки зрения, Дмитрий Донской. Если был, то что же он сделал? Чем он, собственно, на меня нет? Вот здесь наши точки зрения с традиционной версией практически полностью совпадают, можно даже так сказать. Мало того, что Дмитрий Донской был, он действительно победил в Куликовской битве, действительно победил в Куликовской битве темника Мамая. То есть кого? То есть, как говорилось в предыдущем, помнится, эфире, Ивана Васильевича Вильяминова. Дмитрий Донской стал великим князем в очень юном возрасте после смерти своего отца. И темники, это, как мы говорили, воинские начальники. Фактически, министр обороны номер два в государстве. Их власть практически равнялась власти великого князя. Видимо, такая традиция шла еще с двух братьев Георгия Даниловича и Ивана Даниловича. Так вот, во время несовершеннолетия Дмитрия Донского темники, а это тоже была наследственная должность, захватили как бы главенство в государстве. И Дмитрий Донской, молодой очень воинственный князь, став совершеннолетним и, так сказать, набрав некую силу, решил это положение изменить. То есть это то, что у нас в учебниках истории называлось, традиционно, междоусобная война? Была классическая междоусобица. С обеих сторон собрались русские рати, мы уже говорили, как это на иконах там изображалось, и так далее, состоялось колоссальное кровопролитное сражение, в котором Дмитрий Донской победил. И итогом этого, можно сказать, вот этой победы стало появление золотого правила, согласно которому, это был закон о престолонаследии, согласно которому порядок престолонаследия в русском государстве или в империи изменился. Если раньше престол, как правило, переходил от брата к брату, то после этого он послал переходить от отца к сыну. Это Дмитрий Донской вел? Да. Более того, мы считаем, что в европейской традиции, в западноевропейской традиции, этот закон отразился, как золотая булла Карла IV, короля Карла IV. Хотя само выражение Карла IV, все у нас означает король IV, и все. По порядку IV. А кто это был? Как его звали? Дмитрий Донской. То есть Дмитрий Донской и Карл IV – это один человек? Скажем так, тот персонаж, который описан, по всей видимости, под именем Карла IV, одним из его прототипов явился Дмитрий Донской. Мне казалось, что слово «король» у нас всегда были цари, а на Западе были короли. Поэтому, когда русского, не знаю, князя называют королем, у меня это вызывает вопрос. Императором не называют, потому что императором называли нашего царя тоже. Андрей, ну вот нашего князя за рубежом, в Германии в частности, назовут фюрстом. Конкретно. То есть Карл IV или король IV – это западное название русского царя? Совершенно верно. Один из самых таких значительных персонажей российской истории, интересно, что вы расскажете нам о нем невероятного, это Иван Грозный. Ну, сразу возникает наивный вопрос, убивал ли он своего сына, но это, наверное, не самое главное. Был ли Иван Грозный, что он делал, как он правил, был ли он действительно Грозный? В одном из первых эфиров мы уже упоминали о том, или речь заходила о странностях эпохи Ивана Грозного. Ну, в частности, там, трижды венчался на царство, семь раз женился, вопреки всем абсолютно мыслимым, немыслимым канонам, церковным, светским и так далее. Посадил вместо себя какого-то там Симеона Бекбулатовича править на трон. И Симеону все радостно присягнули. Более того, в течение своего царства политика Ивана Грозного менялась несколько раз на 180 градусов. И уже было сказано, что вот по нашему мнению, Иван Грозный на самом деле это объединение под одним именем четырех разных царей. Знаете, я причислю прямо по порядку, как вот мы себе это представляем, и что происходило в каждой из этих периодов. Первый царь, это, собственно, и есть Иван IV, Иван Васильевич. Его царство было достаточно благополучным для государства. К этому времени относятся взятие Казани. Казань была взята, по всей видимости, с возникшим там политико-религиозным мятежом. Кстати говоря, вот по нашей реставрации, Казань и Хазарский Каганат, это суть одно и то же, название одного и того же, как бы, государства. Казанское ханство и так далее. Но царь Иван Васильевич, Иван IV Васильевич, сильно за ним мог, под конец жизни стал юродивым, и был похоронен как Василий Блаженный, то есть блаженный юродивый царь. И в честь него был построен храм. То есть храм был построен не в честь некого абстрактного блаженного, а в честь блаженного царя. Так, понятно. Потому и хоронили царя, как следует из хроник блаженного, хоронили при огромном стечении народа, как и хоронят, в общем-то, царя. Ему наследовал сын Дмитрий. Вот мы считаем, что следующим царем был Дмитрий, который погиб в очень молодом возрасте от несчастного случая. И после него на трон взошел его младший брат, Иван, брат Дмитрия имеется в виду. Вот как раз при вправлении Ивана Ивановича, который тоже был несовершеннолетним, и началась опричнина. Опричнина была начата родом Захариных для искоренения прежней ордынской знати. Дело в том, что царь Иван, несовершеннолетний, рос при дворе Захариных. Там длинная история, к сожалению, нет возможности коротко ее пересказать. И вот эти Захарины, к которым относятся, кстати говоря, и Романовы, одна из их потомки и последователей, это Романовская династия, последствия пришедшего к власти, они устроили как раз опричнину. Они разгромили Ярославль, столицу тогдашней империи, и перенесли столицу в Москву. И есть мнение, что возведение Кремля, Московского Кремля, относится как раз к этому периоду. Помимо этого, поддерживал их князь, тоже, так сказать, член царствующего дома, Георгий, который потом был описан в рукописях как Юрий Долгорукий. Вот где обнаруживается Юрий Долгорукий вот по нашей реставрации. Ну и, наконец, последний, четвертый царь, это царь Симеон, который принял царское имя Иван. Это произошло уже в 1572 году, причем он пришел к власти в результате того, что Москва была взята действительно татарскими войсками, то есть ордынскими войсками. Земщина, то есть противники Захарьиных, организовали военный поход, опять гражданская война, Москва взята. После этого начинается малюта скуратов. То есть это реакция на опричнину Захарьиных. Опричнина вырезается. Ну это так сразу, как бы не осознаешь. Я хотел бы пояснить, чтобы внести ясность, что такое группа «Новая хронология». Это никак не формализованы объединения единомышленников. Каждый из нас живет у себя дома, трудится на своей работе. В частности, вот академик Фоменко трудится в МГУ, на Мехмате. Там же трудятся Глеб Владимирович Носовский. Я тружусь в совершенно другом месте. И так далее. Среди нас есть и ученые, есть бизнесмены. И так далее. То есть у нас никакого фонда, никакой фирмы нет. А существуем мы на те деньги, которые зарабатываем непосильным трудом. То есть каждый из вас, как человек, ваша семья существует на это, чтобы вы... Ну вот там, где мы работаем, на то мы и существуем. То есть никаких особенных, не то же особенных, а вообще никаких доходов из этой деятельности, собственно, нет. Если коротко, самое главное ваше ощущение вот от семи эфиров? Мне хотелось бы думать, что у нас появилось очень много, если не сторонников, но заинтересованных людей, которые стали внимательно смотреть на некоторые очевидные факты. Это даже, кстати, видно и по вопросам. И потому, что говорят мне и друзья, и просто малознакомые люди. Единственное, к чему мы призываем, давайте вместе разберемся.